В парке культуры и отдыха Абакана готовят новую велодорожку. Места хватит всем. Валить мусор, где вздумается, запрещено. Нарушители будут пойманы и наказаны. На страже порядка и закона. Опыт, подход и знание статей. Но порой и людям в погонах требуется помощь. Абаканский участковый Виталий Матвеев борется за звание народного участкового. Горожане могут его своими голосами. О героях и мире в Георгиевском саду Абакана. В республиканской столице прошла акция «Слово во славу». Новые места культурного отдыха и асфальт на первой улице жилого района Арбан. Расскажем о строящихся объектах в городе, а также поговорим о совести и патриотизме. На Абакан-24 информационная программа «Сегодня» в студии Татьяна Кропивина. Здравствуйте. Расширить существующую велотрассу и, замкнув ее в кольцо, вывести к центральной аллее парка. В Абаканской зоне отдыха одевается в асфальт очередной отрезок велодорожки. Строители вышли на шестой километр. Сегодня техника работает в районе бывшего речвокзала. Комфортная городская среда в парке культуры и отдыха. Это первый сезон благоустройства в рамках федеральной программы и, пожалуй, один из самых масштабных за последние годы. Работы по развитию спортивной инфраструктуры на территории зоны отдыха проводятся при финансовом участии в Минспортах Акаси. Поэтому главный объект нынешнего лета – трасса для велосипедов или самокатов. В этом году выполняется большая круговая дорожка, которая отходит от центральной аллеи вправо. По направлению ранее начиналась уже выполняться велодорожка. В этом году она расширена. Заходит на территорию, которая примыкает к дамбе непосредственно, это вот за островком территории. И потом по кругу возвращается уже с левой стороны к центральной дорожке. То есть там расширение идет за футбольным полем и дорога выходит по кругу. И вот такая большая круговая велодорожка, прогулочная дорожка выполняется в этом году. По тому же кольцевому маршруту велотрассы параллельно ей обустроена и беговая дорожка с мягким гаревым покрытием. Друг другу бегуны и велосипедисты мешать теперь не будут. В настоящее время новой дорожкой в зоне отдыха уже активно пользуются любители пеших прогулок и скандинавской ходьбы. И в этом же году в инфраструктуре нашего парка появится два, как их называют сейчас условно строители, пирса. Две площадки отдыха, назовем так. Пирс, наверное, не очень правильно называть. Но, тем не менее, это площадка для возможного спуска, удобного к воде, где можно будет посидеть, отдохнуть, глядя на воду. На этих площадках будут размещаться малые формы типа шезлонгов, качелей. Поэтому данные площадки, я думаю, с удовольствием наши жители будут использовать. И они украсят наш парк культуры отдыха и город в целом. Площадки размещены в наиболее живописных местах парка культуры отдыха. Рядом с дорожками для пеших и велосипедных прогулок. В плане на текущий сезон у строителей предусмотрена линия освещения. Подрядчики установят фонари по всему периметру велотрассы. Асфальтовое покрытие ляжет и на первой улице в новом районе. Укладывать верхний слой асфальта в Арбане начнут уже на следующей неделе. Сейчас дорожники занимаются обустройством тротуаров и освещения. Фронт работ на объекте оценил Алексей Иллистратов. По проекту планировки в жилом районе Арбан всего три улицы. Самая крупная из них Кирова служит южной границей. Две другие, генерала Тихонова и улицы Арбан обеспечивают транспортное сообщение в межквартальной застройке. Все три строятся, что называется, с ноля в чистом поле. По федеральному проекту жилье. И первые подрядчики планируют сдать в эксплуатацию центральную автомагистраль районного значения. На улице подготовлены все нижние слои асфальтобетона. Получается, идет устройство сходов с тротуара к проезжей части, установка тротуарного и дорожного бордюра в местах съездов, примыкание во дворы, дворовые территории, в школу, к магазинам. Также на следующей неделе будет начато устройство верхнего слоя асфальтобетона слоем 5 сантиметров. И будут уложены покрытия тротуаров с асфальтобетонной смеси. В плане улицы Арбан напоминает подкову. Начинается у католического храма, у пересечения с Кирова. Обеспечивает подъездные пути к детскому саду Дашенька и будущей 33-й школе Абакана. И уходит в направлении Кольца Кирова и Тыгина. До следующего года эта транспортная развязка пока существует только на схеме. В перспективе по улице Арбан планируется открыть движение общественного транспорта. Остановки подрядчики уже обустраивают. В настоящий момент устанавливаются опоры освещения оцинкованные с соединенными светильниками. И идет подготовка к установке светофорных объектов с знаками и ограждением. Тротуар, который по внутренней стороне улицы Арбан соединит полностью всю улицу от начала до конца, пересечения с улицы Кирова и до пересечения с Тихонова. Тротуар связывает, получается, остановочные пункты в районе новой школы и в районе садика. Также тротуарная сеть будет связана с улицей Кирова до улицы Некрасова. Пешеходный тротуар по южной стороне улицы Арбан в то же время является и границей будущего парка. По площади он не уступает Преображенскому. Небольшой пруд, который заберет из болотистого грунта лишнюю воду, уже обустраивается. Так что, как только дорожная инфраструктура района будет полностью готова, строители возьмутся за развитие парковой зоны. Прививка не панацея от болезни, но возможность перенести вирус легче и без осложнений. В Абакане продолжается прививочная кампания. В преддверии эпидсезона вакцинацию должны пройти более 70 тысяч жителей республиканской столицы. На сегодня укол поставили уже почти 40% от этой цифры. Основная вакцина этого сезона – Савигрип. Ее состав ежегодно обновляется в строгом соответствии с рекомендациями об ожидаемых штаммах вируса. Сам же препарат, заверяет врачи, обладает хорошей переносимостью. В настоящий момент провакцинировано около 29 тысяч человек. Поэтому темп у нас хороший. Мы вакцинируем как у нас на местах, то есть по филиалам. У нас в 107 кабинете, который работает с 8 до 6 часов, по филиалам до 4 часов. Также и выездные бригады на предприятия выезжают и согласно спискам всех вакцинируют. Сейчас мы вакцинируем преимущественно Савигрипом. У нас был небольшой запас ультрикса для хроников. Он кончился у нас в маленьком количестве. Сейчас вакцинируем Савигрипом, который защищает от всех типов вируса, которые чаще всего встречаются. Поэтому он достаточно эффективен. Медики напоминают – вакцинация от гриппа не дает стопроцентной защиты, но сможет предотвратить тяжелое течение заболевания, как и его осложнения. Не стоит также забывать про прививку от коронавируса. Ее можно поставить одновременно с вакциной от гриппа. Дети и подростки травятся вейпами в Хакасии. На сегодня это число выросло до 14 человек. Для сравнения, отравлений за весь прошлый год было зафиксировано всего 5. Специалисты подчеркивают, мнение, что электронные сигареты менее вредны обычных – полное заблуждение. Аэрозоль вейпа вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. При этом пары жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению. Никотиновая зависимость от парения вейпов возникает очень быстро. Сладкий запах и вкус приглушают неприятные ощущения от курения, в отличие от обычных сигарет. Уже после первого употребления вейпа можно говорить о формировании психической зависимости, так как наш мозг запомнил момент эйфории. Следующие уровни зависимости – это социальное и физическое. Как предупредить? Назову несколько причин, по которым подростки начинают парить и способы их решения. Первая причина – это родительская лояльность к вейпам и недооценивание вреда от такого увлечения. Некоторые родители могут сами парить, считая вейпы менее вредными, чем сигареты, либо опрометчиво считать, что пусть уж ребенок лучше парит, чем курит сигареты или пьет. Это сомнительная альтернатива. И родителям в своей голове нужно четко определиться, что вейпы – это яд. Мы же не разрешаем ребенку употреблять, например, крысинный яд, пусть даже с вкусовыми добавками и приятным запахом. Вторая причина вовлечения в употребление – это статус в группе среди сверстников. Подросток получает принятие и поддержку среди ребят, в том числе старших ребят, и в ответ перенимает их правила. Если ваш ребенок посещает спортивную, музыкальную, художественную школу, секции или кружки, он доволен собой и своими успехами, общается с такими же увлеченными ребятами, то вероятность зависимости от вейпов снижается в разы. Третья причина вовлечения в употребление вейпов – это любопытство и интерес. Вот исследовательскую потребность ребенка мы, взрослые, можем удовлетворить, если будем искренне проявлять интерес к делам своего ребенка и хвалить за малейшие социально одобряемые действия, не сравнивая с другими детьми, не критикуя и не обесценивая, мол, мог бы сделать и лучше. Еще одна причина – это когда парением вейпов подросток пытается приглушить свою неуспешность и проблемы взаимоотношений. Взаимоотношения с родителями, взаимоотношения со сверстниками или школьную неуспешность. Вот помочь и научить ребенка справляться с трудностями и жизненными задачами – это ответственность родителей. Объяснить, что проблемы, если их систематически не решать, накапливаются как снежный ком. Кроме того, именно семья, прививая ребенку общечеловеческие ценности, формирует приверженность здоровому образу жизни и способствует предупреждению разного рода зависимостей. Продолжаем программу. Останется под стражей до 12 декабря. Глава Бейского района Иннокентий Стрибков продолжит свое пребывание в СИЗО. Напомним, против него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. В виде денег, строительных и отделочных материалов для ремонта служебного кабинета на общую сумму около 470 тысяч рублей. Взятка предназначалась за содействие в заключении муниципальными учреждениями на территории Бейского района Республики Хакасия муниципальных контрактов с организацией на проведение дезинфекционных работ в муниципальных объектах. Выгрузить мусор не дали. Двоих молодых людей поймали с поличным. В районе городского кладбища номер 3 они выкладывали растительные отходы из прицепа автомобиля. Нарушителей поймали, факт зафиксировали. О санкциях, грозящих мужчинам и всем, кто расширяет незаконные свалки, в нашем сюжете далее. Промышленная зона на Нижней Согре в районе кладбища страдает от рук кабаканцев, точнее от мусора и отходов, которые они вывозят на улицу Буденного с расположенных неподалеку дач. Эти молодые люди, попавшие в объектив камеры сотрудников городского отдела экологии, решили избавиться от растительных отходов тоже здесь. Уважаемые жители дачных массивов, я понимаю, с закрытием совместными усилиями с управлением коммунального хозяйства, несанкционированной свалки на улице Буденного, мы дали вам возможность возить мусор туда, куда вам хочется. Но туда, куда вам хочется, не получится. Потому что сейчас все, кто будет замечен на складировании, несанкционированном, на пустырях рядом с промышленной зоной по улице Буденного, будут привлекаться к ответственности. Эта свалка несанкционированная. Уже в ближайшее время администрация Абакана займется ее устранением. А чтобы незаконный мусорный склад не появился вновь, на данной территории будет установлено видеонаблюдение. За выгрузку отходов в неположенном месте будут наказывать рублем. Мужчин, которых поймали с поличным, обязали предоставить в отдел экологии видеоотчет, что свой мусор они вывезли на карьер растительных отходов или вернули обратно на дачный участок. Если доказательств в течение суток не будет, молодым людям грозит штраф. Его размер от 10 тысяч рублей. Ксения Майера, Ли Суанти, новости. Спасение людей, ликвидация возгорания. В троллейбусном депо Абакана пожарные провели учение. По замыслу, возгорание произошло в результате сварочных работ в помещении шиномонтажа депо. Огонь быстро распространился по зданию. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, огнеборцам предстояло найти людей в условиях, максимально приближенным к реальным. Для этого панорамные маски пожарных были заклеены матовой пленкой. В течение нескольких минут все условные пострадавшие спасены. Им оказана первая помощь. Также пожарные отработали экстренное отступление с объекта при угрозе обрушения кровли. За ходом учений наблюдали студенты училища Олимпийского резерва, обучающиеся по направлению пожарная безопасность. Ежедневная помощь людям, совет и поддержка. Для одних добрые слова, для других статьи административного кодекса. Участковый Виталий Матвеев на охране правопорядка и спокойствия горожан уже почти два десятилетия. Сейчас полицейскому предстоит взять новый рубеж. Он борется за звание народного участкового. Мы все можем ему помочь, поддержать своими голосами. Добрые, отзывчивые, открытые. Так характеризует абаканского участкового Виталия Матвеева Людмила Михайловна. Пенсионерка говорит, к Виталию она может обратиться в любое время и с любой проблемой. Так, например, недавно женщина просила усмирить шумных соседей, которые после распития горячительных напитков слишком громко и весьма невоспитанно себя вели. Он это сделал так деликатно, мягко и все у нас нормально. У него, посмотрите, какое лицо, какие глаза. К нему обратишься, знаешь, что вот можешь довериться этому человеку, что у него нет жесткости, что вот такого нет. Он мягкий, высушает все деликатно и помогает. Виталий Матвеев окончил Красноярский аграрный университет, но в итоге пошел работать не по специальности. И вот уже 17 лет на страже порядка помогает абаканцам. Он разбирается с домашними тиранами, навещает недавно освободившихся из мест лишения свободы, осматривает подвалы, проверяет, в каких условиях живут трудные дети из неблагополучных семей, проводит профилактические мероприятия. И это лишь малая часть его ежедневной работы. Мечта была, конечно, да, идти в правоохранительные органы, ну или служить вообще, так сказать, в армии или в полиции. Ну вот я думаю, что вот может это сподвигло именно помогать, общаться, узнавать что-то от них, как они живут именно, помогать им, выслушивать их. В должности старшего участкового в абаканской полиции Виталий не только следит за соблюдением закона, является примером и наставником для молодых коллег. Своим профессионализмом и добротой покорил старост жилых районов. Римма Даниловна с теплом вспоминает то время, когда Виталий Матвеев следил за порядком в их микрорайоне. Он сразу поразил своей открытостью, своей, знаете, такой доброжелательностью. Ну, нужно сказать, о том, что микрорайон живет своей жизнью. И самое главное – это благополучие. Благополучие в семьях, благополучие среди подростков. И поэтому вот это благополучие помогало мне создавать, конечно, Виталий Геннадьевич. Потому что на любой мой призыв, на любую мою просьбу он отзывался. Я наблюдала, как он работает с людьми. И самое главное – подход к каждому человеку. Во-первых, вот эта его добротуша и вот эта его открытость располагала людей с ним разговаривать. На сайте МВД Хакасии до 16 октября запущено онлайн-голосование, на котором жители республики определяют лучшего участкового. Абаканцы каждый своим голосом могут поддержать Виталия Матвеева и дать ему путевку в финал всероссийского конкурса «Народные участковые». Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Что такое осень? Это модно. Осенняя коллекция уже в Мегахэнд. Одежда от 90 рублей и скидки всегда до 90%. Адреса магазинов на сайте megadefizhand.ru. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений. Мытье балконов, лоджий и окон. Мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. До 15 октября прием флеболога Сузи Венобиих Ног всего за 790 рублей. Звоните 248 648. Карточка или браслет? Оба предмета – электронные носители, позволяющие проходить в школу и питаться в столовой. Только одно приспособление бесплатно, а вот другое нужно покупать. В нашу редакцию обратилась мама учащегося одной из абаканских школ с просьбой разобраться. Женщина уверяет – родителей обязывают приобрести платный датчик. Расскажем, так ли это? В вопросе разбиралась Ксения Майер. В школу пройти можно исключительно через турникет. Система автоматически его открывает, если ученик приложил к датчику карту или браслет. Именно они выполняют роль строгого пропуска. Такая система действует в двух образовательных учреждениях Абакана – в лице имени Николая Булакина и в 31-й школе. Карточка выдается бесплатно абсолютно всем учащимся. А вот если выбор школьника пал на браслет, то его уже следует приобрести. Цена вопроса – 350 рублей. Правда, покупать его никто не обязывает. Обязательным для школьника является наличие карты. Эта карта изначально заводится на нового учащегося или на нового педагога. Эта карта у нас служит также для пропуска, система пропуска в вход в здание школы и вход через калитку. Как альтернатива к этой карте есть браслеты ученические, они, конечно, дороже. Внимание ребят привлекает большое разнообразие цветов этих браслетов – ярко-зеленые, синие и серые. Кроме того, говорят педагоги, они удобнее в носке. Их реже теряют и не портят. Именно поэтому школьники изъявляют желание использовать браслет, а не карту. Я выпросил его у папы, сказал маме, она позвонила папе и у папы выпросил его. Слушай, а почему тебе именно браслет захотелось, а не карта? Ну, просто карточку можно потерять, а браслет нет. Я захотел браслет. Откуда у тебя появился этот браслет? Ты сам изъявил желание? Или вот классный руководитель как-то сказал приобрести? Я сам захотел, потому что им удобнее, потому что пока карточку достанешь, но ее можно не потерять, а браслет вон тут вот хорошо пристегивается, им легче. Нам сказал учитель, что еще есть браслеты. И вот я подошел к родителям и сказала, можно мне заказать браслет? И мне заказали. Альтернатива аксессуара за деньги – карточка. Правда, и за нее придется рассчитаться. Но лишь в том случае, если школьник потеряет или испортит данный вид пропуска. Сумма за восстановление – 100 рублей. Я обращаюсь еще раз к родителям. Обязательность замены браслета не требуется. Достаточно наличия обычной карты питания, которую ребенок получил изначально при поступлении в школу. Администрация лицея отмечает, если родители столкнулись с навязчивым предложением от классного руководителя о покупке браслета, обращаться необходимо сразу и напрямую к директору. Абакан – гостеприимный город. В столице Хакасии объявлен конкурс видеороликов. Он посвящен ярким, интересным событиям, которые происходят в нашем городе. Одна из главных целей творческого марафона – развитие туризма и индустрии гостеприимства в Абакане. Ролик должен отражать то, чем наш город может быть интересен жителям других регионов. Участники смогут показать Абакан как туристический центр, где происходит много интересных, ярких событий. Оцениваться творческая работа будет по следующим критериям. Творческий подход и оригинальность, художественный и эстетический уровень исполнения, и техника, и качество материалов. Победители будут награждены ценными призами. Организатор конкурсного марафона – Комитет муниципальной экономики администрации города Абакана. Материалы здесь ждут до 20 ноября. В формате громкого чтения в Георгиевском саду Абакана звучат вслух и с выражением стихи о мире, о героях. 2023 секунды чтения. Слово во славу героического Донбасса и его защитников. Анна Ахматова мне голос был. Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил, иди сюда, остав свой край глухой и грешный, остав Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, и сердца выную черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Знакомые строчки и новые стихи, рожденные современниками о героях и защитниках рубежей большой страны и новых регионов, где сейчас за право мира и жизни на своей земле идет специальная военная операция. 2023 секунды. Это чуть более получаса на то, чтобы все желающие смогли выступить. На выразительное слово каждому участнику около трех минут. Но каждая из них сильна, цепляет строчкой и рифмой. Каждому чтецу нужно уложиться примерно в три минуты. В этом году на участие заявились порядка 40 чтецов. Гордые за свою малую и большую родину, за солдат, которые воюют ради нас, которые защищают своих и также невиновных людей на Донбассе. Мой выбор пал на Николая Рубцова «Ночь на родине». Это, как мне кажется, хорошее произведение, показывающее то, насколько родина важна для каждого человека. Как тепло вернуться в наш дом, понять то, как мы жили, как это было. Это стоит того. Это прекрасная возможность показать неравнодушным людям, насколько важно помнить и чтить подвиг сражавшихся за нашу родину. В этом году акция 2023 секунды чтения проходит под названием «Слово во славу». Свои выступления взрослые и дети посвятили отваге, самопожертвованию и единению жителей России. Акция проходит в десятый раз. Ее организатор – Абаканская централизованная библиотечная система. Участники у нас от 14 и самому пожилому 84 года. Среди наших участников есть и авторы, которые читать будут свои собственные стихи. Это в том числе люди пожилого возраста. И вот сейчас вышел Илья Новиков, читает свое произведение, Сергей Спиранский, начинающий литератор Республики Хаказия. Я не в праве Россию за что-то винить. Для нее, что ни день, испытание. У какого креста мне колени склонить, чтоб твои прекратились страдания? Что у Господа мне для тебя попросить? В час, когда моя жизнь обесточится, прошептала она, пусть он сможет простить тех, кто смерть мне веками пророчили. И сегодня еще одна возможность предоставлена сказать, что здесь, в тылу, мы тоже воюем, мы тоже за победу, мы тоже поддерживаем наших ребят. Тем самым прививая любовь ребят и к литературе, потому что сейчас очень много произведений, стихотворений о том, что происходит на Донбассе. Бьется сердце России моей, и она будет вечно жива. Склонила я наглый враг и сломала эту силу и дух. Тот кто сердцем своим наг, тот и к боли чужой глух. Бьется сердце России моей, в ней есть мудрость и силовиков, твоих преданных, верных детей. Это сила, это сердце не всяких оков. Надежда Савельева, Владислав Воронов, новости. Лучшие среди команд Сибири и Дальнего Востока. Абаканские баскетболисты вышли в полуфинал первенства страны, обыграв соперников из сразу двух федеральных округов. С тактикой, принесшей золотые награды и планами победителей на предстоящие игры, познакомилась наша съемочная группа. Попасть в кольцо и принести заветные очки. Владеть мячом и задавать темп всей игре, заставляя соперников нервничать, а значит и ошибаться. Тактика победителей – воспитанников Абаканской спортивной школы по игровым видам спорта. Очень сильный состав участников. В том году и позапрошлом мы становились лишь пятыми и четвертыми. Немного не хватало до тройки. В этом году, видимо, очень хорошо подготовились, хорошо провели сборы. И приехали в оптимальной форме, скажем так, с оптимальным составом. Наши юниоры выступали в Новосибирске. Там прошел турнир по баскетболу. 11 сильнейших команд оспаривали звание лучшей. На кону выход в полуфинал первенства страны. В игровом противостоянии с командой Приморского края медали и высшую ступень пьедестала с отсчетом 66-50 забрали Абаканцы. В финале играли с Владивостоком крупные ребята, большие, бегут, все хорошо у них. Новый тренер раньше тренировал профессионалов в Суперлиге. У них организованная команда, все хорошо. Но после первой половины у нас было преимущество плюс 14 очков. И дальше мы довели игру до конца. Пять игр из пяти. Титул лучшего разыгрывающего защитника команды заслуженно получил Андрей Вагнерубов. Мне дали лучшего разыгрывающего. Было все классно. В групповом этапе мы выиграли почти уверенно со всеми командами. Только с Красноярском получилась заруба. Выиграли три очка всего. В финале играли с Владивостоком. Но там без особой борьбы выиграли игру. По итогам первенства Сибирского федерального округа и Дальнего Востока парни попали в состав лучших команд страны. В январе баскетболисты представят регион на турнире всероссийского уровня. А уже через несколько месяцев спортсмены отправятся в Тюмень. Отдыхать некогда. Начались домашние тренировки. Шерлок Холмс и Джек Воробей. Терминатор и Штирлиц. Россияне рассказали, кого из известных киноперсонажей они хотели бы видеть своими коллегами. Наша съемочная группа вышла на улицы города и выяснила, а с кем бы предпочли бок о бок трудиться абаканцам. Я сама медик, медсестра. Я бы хотела, чтобы моим коллегам была по работе врач, которая была в космосе, из кинофильма «Вызов» Юлия Пересильд. Я являюсь преподавателем ХГУ и коллегой я бы хотела видеть Андрея Миронова. Во-первых, интеллигентный. Во-вторых, очень хорошее чувство юмора. Это необходимо в работе со студентами. И, я думаю, очень умный, эрудированный, очень такой вот прямо душевный человек. Скарлетт Йоханссон. Ну, а почему? Потому что она симпатичная девушка. Мне очень нравится Нед Старк из «Игры престолов», потому что в нем полно благородства, силы и решимости поступать правильно. С Лео из мультфильма «Египтос». Он просто классный, мне он нравится. Джон Уик, сыгравший его роль Киану Ривз, потому что он весь такой боевой, сильный, самоуверенный, самоотважный и тому подобное. Я ценю эти качества. Я бы хотела работать с Ирканом Балатом, потому что он мужественный, богатый и несет большую ответственность за себя и близких себе людей. Ну, а потом бы я вышла за него замуж. Я бы, возможно, с перхатом и с черно-белой любовь. Тоже классный, красивый. С Джейсон Стэттом в фильме «Перевозчик». Вот. Нравится больше всего. А почему бы ты хотел, чтобы он с тобой работал вместе? Ну, он крутой чувак. Его вообще невозможно победить. Сергей Безруков, Александр Бел. Он пример настоящего мужчины. Защищал свою семью, друзей. На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан24, в наших социальных сетях и в Телеграм. Подписывайтесь и будьте в курсе всех главных событий республики и города. А также присылайте свои вопросы, фото или видео. Ответим, поможем разобраться или расскажем об интересных и необычных моментах, участниками или очевидцами которых вы стали. Сообщить свои новости также можно по телефону редакции 357-00 или в чат Абакан24 по номеру телефона 8-983-190-0024. Всего доброго. Увидимся завтра.